Первое, если общая площадь объекта под ароматом технического паспорта или катастрофа, отличается от общей площади указанных правоустанавливающих документов. И второе, сведения о наличии самовольных перепланировок в объекте недвижимости. Если изменилась общая площадь объекта, то надо выяснять, по какой причине это произошло, и анализировать возможность внесения данных о новой площади в данные кадастрофа и реестра прав. Вот тоже приведу пример. Трехэтажный таунхаус был приобретен в строительстве. Право собственности зарегистрировано в 2002 году. Площадь объекта по правоустанавливающим документам и выписке составляет 289,6 квадратных метров, а площадь указанной в справочной кадастровой информации 295,1 квадратных метров. То есть общая площадь объекта увеличилась на целых 5,5 квадратных метров. В 2017 году объект продают, получают приостановку. Причина. По данным реестра, как бы различаются площади, причем самому Росреестру причина этого неизвестна. Поэтому регистрация приостанавливается на 2 месяца в связи с направлением запроса в районный отдел ГУИОН, то есть ПИП. Отправляет товарища самового в ПИП уяснять, в чем дело. Приносит он справку. Площадь увеличилась за счет самовольной перепланировки. Собственник просто сделал еще одну лестницу между тремя этажами, первым, вторым и третьим. И вот за счет снесения вот этих вот проемов межэтажных перекрытий, площадь увеличилась на 5,5 квадратных метров. Донесли эту справку в Росреестр и сделку зарегистрировали, так как внешние границы объекта не изменились. И в этом случае самовольная перепланировка и увеличение общей площади не препятствуют регистрации права собственности на объект. А вот если бы общая площадь изменилась за счет пристройки к таунхаузу, в отношении квартир очень часто предбанник закрывает дверью, то во внесении таких изменений, а значит регистрации сделки отказали бы без предоставления документов в отношении пристройки о правах на землю и разрешении занятий этой пристройки, без документа о согласовании пристройки или предбанника государственными или иными органами. А также при обнаружении сведений о перепланировке надо выяснять, возможно ли эту перепланировку в принципе согласовать. Когда она обнаружена, и вы видите об этом сведения, данных технической или кадастровой информации, согласовать перепланировку можно исключительно в судебном порядке. Тут надо учитывать положение постановления правительства номер 47 от 28 января 2006 года. В частности, положение пункта 6 не допускается к использованию в качестве жилых помещений помещения вспомогательного использования, а также помещения, входящие в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме. Это вот как раз касается закрытия дверью предбанника или коридорчика. И положение пункта 24. Размещение над жилыми комнатами уборной, ванной, душевой и кухни не допускается. Вот последняя ситуация, когда приходили люди, как бы по вопросу приобретения квартиры. Значит, кухня снесена, стена между одной из комнат. В результате все вновь образованное пространство стало являться кухней. И согласовать эту перепланировку не удастся в принципе, если в ниже расположенные квартиры такой перепланировки не сделано. Иначе будет нарушаться вот тот самый пункт 24 постановления правительства. Тогда они только ниже, но и по всей вершине. Да, начиная с первого этажа. То есть вот единственное, кто может согласовать в суде, это в квартире на первом этаже, потому что под ним подвал. У него нет снизу жилых помещений. Но при этом суд будет учитывать официальное согласование. То есть пытаться получить решение суда, когда внизу тоже самовольная перепланировка не стоит. Тут проблема еще в том, что даже если вы сделку зарегистрируете, то покупатели такого объекта перейдут все риски неблагоприятных последствий самовольной перепланировки. А это что? Обязанность по требованию государственных органов за свой счет привести объект в надлежащее состояние. А в случае невыполнения такого законного требования возможно в принципе вынесение решения судом о продаже объекта на торгах с возложением на победителя торгов обязанности привести объект в надлежащее состояние. Я просматривал всю практику по всей России по поводу вынесения решения такого суда. Я не нашел ни одного решения, потому что самые упорные уже в ходе судебного процесса устраняли перепланировку, потому что есть люди, которые не верят. Ну как же так, у меня заберут собственность, а вот так. То есть реально не нашлось ни одного действительно такого упорного или безумно принципиального, который бы довел до решения суда. Обязательно надо разъяснять клиенту, при этом там сносы стен, вот если это не между кухней. В принципе не выдаются требования в очень редких случаях, выдаются если кто-то жалуется, но это же никому не известно из соседей. Вот по предбаннику очень много обращений, даже если как бы это дверь, у которой человек, у него одна квартира, есть коридорчик, казалось бы он ничьих прав в общем-то не нарушает. Нет, добрые соседи все равно пишут. И вот тогда они получают такие предписания и собственно говоря, а согласовать опять же только в результате, это называется реконструкция, которая производится по решению и опять аналогия с чердаками и подвалами. Для земельных участков понятно, что площадь важный момент, но помимо площади важность представляет сведения о категории, о виде разрешенного использования участка, в принципе, что должно быть видно из свидетельства или выписки. Сведения об установлении границ участка, тоже можно видеть из кадастровых сведений, можно истребовать у продавцами, чтобы убедиться, его межевое дело, оно должно у него на руках находиться. И сведения о градостроительных ограничениях и зонировании территории. Вот тут многие коллеги мои даже по консультации грешили тем, что не всегда эти сведения, считая их неважными, изучали и запрашивали. Ну понятно, что если не установлены границы участка с соседями, то возможно вы купите потенциально тлеющий спор как раз по установлению границ. Если приобретается участок для коммерческого использования, тут как раз надо смотреть вопросы зонирования территории, чтобы сопоставить планы покупателя на будущее освоение объекта с теми правилами застройки, которые установлены в зонировании территории. Если участок приобретается для строительства жилого дома, надо заглянуть и в градостроительные ограничения. Водоохранные зоны, особо охраняемые территории и разрешенную высоту застрой. Смешно, но лет 10 назад я столкнулся с ситуацией, есть ли деятельство о праве собственности на землю, категории земель, земленаселенных пунктов, вид разрешенного использования для строительства жилого дома. Водоохранная зона есть, но она оставляет место для строительства дома, но построить ничего нельзя, потому что разрешенная высота застройки в этом месте установлена 0 метров, 0 сантиметров. Это участок в зоне Суздальских озер в Уборгском районе Санкт-Петербурга, и он такой не один. Для жилья важным документом является справка о регистрации по форме 9. Есть еще такая справка по форме 12, но это так называемая архивная справка, но ее выдают не все паспортные столы. Да и в принципе, как бы сейчас в форме 9 подлежит указанию данные о всех лицах, которые были зарегистрированы в этом объекте, были ранее выписаны. Ну, я всегда на всякий случай, по принципу, лучше передеть, чем недовдеть, прошу попытаться получить форму 12. Из этой справки мы можем узнать не только о лицах, зарегистрированных в объекте по месту проживания или пребывания, но можем увидеть, что в жилье зарегистрированы дети, оставшиеся без попечения родителей, или лица, признанные недееспособными или ограниченно дееспособными. Конечно, эта информация должна содержаться в выписке Росреестра ЕГРН, но на практике были случаи, когда эти сведения формы 9 были, а в ЕГРН, ну, человеческий фактор, туда сведения подали, а туда не подали. А ведь эта информация очень важна, так как в силу пункта 4 статьи 292 Гражданского кодекса, как вы знаете, отчуждение жилого помещения, в котором такие оставшиеся без попечения родителей и дети, или лица, признанные недееспособными или ограниченными дееспособными, отчуждение такого объекта допускается только с предварительного разрешения органов попеки и попечительства, несмотря на то, что эти защищаемые лица собственниками не являются. Вспоминаю, кстати, вот значение формы 9, такое вот, оно, в общем-то, прекратилось в 2005 году, как раз когда из статьи 292 исчезло слово «не». Оно исчезло в фразе «отчуждение собственником жилого помещения не прекращает право пользования им членами семьи». Так вот, это «не» ушло. И, соответственно, теперь, как бы, те лица, которые зарегистрированы, проживают в жилом помещении, в случае продажи их собственникам, могут быть покупателям выселены без предоставления другого жилого помещения. При этом, как у нас все всегда происходит, эти изменения законодательства, этот пакет был принят с целью развить ипотечное кредитование жилья в Российской Федерации. И исключений не сделали даже для несовершеннолетних детей. И дружными рядами по всей России детки, благодаря действиям наших ответственных многих родителей, пошли на улицу по искам о выселении предъявленными покупателями. И продолжалось это где-то до 2008-2009 года, пока не вышли у нас сначала постановления Конституционного суда Российской Федерации номер 13-П от 8 июня 2010 года, а также можно сослаться на определение Верховного суда номер 5-КГ 13-88 от 15 октября 2013 года, в котором было разъяснено, что если в помещении зарегистрированы несовершеннолетние дети, не являющиеся собственником, да, разрешение органов опеки получать не надо. Однако, если в результате эти дети останутся без прав на жилье, то такая сделка может быть признана недействительной, как сделка противная основам правопорядка и нравственности. Ну или как минимум за такими детьми, несмотря на продажу объекта, будет сохранено право пользования, их право проживания в отчужденном жилом помещении. Тут можно сослаться на определение Верховного суда от 16 апреля 2013 года 4-КГ 13-2. Ну, а то, что там будут проживать дети, также не порадует покупателя, приобретшего такую квартиру. Я думаю, он покупает ее не для этого. Вот. Так вот, до 2005 года у нас эта форма 9 имела очень существенное значение, при этом долго боролась коллегия, палата, потому что отказывали паспортные службы в ответе на адвокатские запросы по истребованию информации. Приходилось нам, так сказать, вступать в сговор с коллегами из правоохранительных органов, чтобы получить все-таки информацию. Ну, вот один случай, мне памятен до сих пор, где-то было в 96-м году, мы все-таки получили ответ на адвокатский запрос в форму 9, но очень сильно его задержали, и, в общем-то, эту справку везли уже в нотариат, где ее ждали. Продавец предоставил форму 9, полученную буквально несколько дней назад, где в квартире вообще никого не было прописано. Ну и, в общем-то, такое благостное советное настроение, сидим у нотариуса, ну, может, подпишем, подписали договор, так сказать, на бланке уже, лежит он на столе, и тут входит курьер, вносит эту справку, из которой мы видим, что там 9 человек прописано. А секундная пауза, продавец, хватая свои документы, свою справку со стола, избегает. Покупатель хватает два экземпляра нотариального договора на бланке, засовывает в рот и начинает жевать. Мы с нотариусом критим, не надо это, ничего не это, ну, еле вытащили у него изо рта это все, хорошо, что проглотить не успел. Вот, понимаете, даже вот до такого доходило, на Невском 8 это было, не помню, как фамилия нотариуса. В общем, тогда это такое вот значение. Тем не менее, сейчас все равно мы, я вот, например, так сказать, всегда получаю от всех прописанных несобственников нотариальное заявление, в котором он заявляет, что он знает о предстоящем отчуждении и гарантирует или обязуется, что в течение определенного срока, такого-то момента, он освободит от проживания квартиру и снимется с регистрационного учета в ней. Это, но в отношении детей несовершеннолетних, которые не являются собственниками, этого, в общем-то, недостаточно, потому что получается, что теперь дело покупателя заботится о том, чтобы родители, продавшие ему объект, не только выписали своих несовершеннолетних детей, но и зарегистрировали их. И при этом даже надо смотреть, чтобы это, если дети выезжают из стометровой квартиры, а потом будут зарегистрированы в девятиметровой комнате в коммуналке, то такая сделка тоже может поставить вопросы о том, не нарушены ли права ребенка. Причем иск-то у нас может предъявить и органы опеки, и попечительства, но чаще это делает прокуратура. Поэтому надо строить так схему сделки, чтобы, получается, нам, покупателю, нам, как его, так сказать, юридическому гаранту, заботиться о том, чтобы эти дети были зарегистрированы в помещении не худшим. При этом помним, что дети до 14 лет, то есть малолетние, могут быть зарегистрированы, проживать в жилом помещении только вместе с одним из родителей, но никак там ни с бабушкой, ни с девушкой. Если человек даже дает такое нотариально заверенное заявление, значит, не стопроцентная гарантия, потом можно разыграть спектакль, либо говорить о том, что отказ от своих прав на действительный, либо прикинуться просто больным и потом замучиться с экспертизами. Ну, понимаете, тут совокупность действует, ведь у нас норма пункта 4 ст. 292 никуда не делась. Даже без этого нотариального заявления она действует. С момента отчуждения жилого помещения члены семьи собственника утрачивают право пользования жилым помещением. Еще плюс нотариальное обязательство. Тут максимум, что может быть в отношении людей, так сказать, ну там, либо очень молодых, либо очень пожилых. В принципе, суд может сохранить за ними на какое-то время право пользования этим помещением. Как правило, вот я в последнее время считал, это 6 месяцев сохраняют, чтобы он, типа, мог разрешить свои вопросы нового жилища. Но при этом, как только этот срок истекает, автоматически исполнительный лист выдается. Но не всегда, к сожалению, Сергей Викторович, можно добиться от продавца, чтобы все лица, прописанные в жилом помещении, были выписаны оттуда до сделки. Встречка и так далее. Но, как бы, если продавец покупает, продает и тут же что-то покупает, ну, в любом случае, с него тоже можно получить нотариальное обязательство вселить своих членов семьи в это жилое помещение. Это тоже будет содействовать получению решения, как аргумент, как выселение. А вот, а еще лучше, если это возможно, потребовать их, в принципе, наделить правом собственности во встречном приобретаемом жиле. Но это уж как получится. Поэтому, ну, не всегда, к сожалению, это получается. Поэтому все, что мы можем сделать в такой ситуации, ну, кроме того, еще раз, вот, хотел в конце сказать, но скажу сразу, никакая экспертиза не дает стопроцентной уверенности, что все будет хорошо и пройдет без сучка, без задоринки. Да, естественно. Да. И строить надо схему сделки, а так, чтобы даже мотиву у всех лиц, которые так или иначе в ней участвуют, что-то вот, причинить, какой-то ущерб продавцу, если есть хоть малейшая возможность настаивать на том, чтобы денежные средства продавец покупал не только после, получал после перехода права собственности, передачи объекта по акту передачи, но и выписки всех лиц, которые зарегистрированы в квартире, это, на этом надо настаивать. Но это возможно обычно только в случае так называемой прямой продажи. когда есть продажа встречная, там выписка происходит только когда зарегистрированы оба объекта и продавцы и члены его семьи выезжают в то помещение, которое они одновременно с продажей приобрели. А вот. Да. Могут быть признаны. Вы имеете в виду, когда там дети просто несовершеннадцатого, да. Постановление Конституционного суда номер 13-П 08-06-2010-го. Определение Верховного суда 5-КГ 13-88 от 15-10-го 2013-го. Когда сохранено было за детьми, несмотря на отчуждение, это определение Верховного суда 4-КГ 13-2 от 16-04-го 2013-го года. Так, у нас перерыв между парами. Так. если хочется, можно сказать. Что спросили? Да, пожалуйста. А, что в красном вопросе мы задаем АГО, задаем УБ, задал УБ. Так. Через несколько времени, ну, право все зарегистрировано, в порядке, через несколько времени задаем УБ заказывает заключать подрядную организацию и определяет заключение прямого с собой. Но как подрядчики говорят, что там имеют открытые дефекты. И заказывается экспертиза. Это не сидит в дефектах. Заказывается экспертиза и соответственно делается фиксируется открытые дефекты. Уведомление бывшего собственника о проводении И в течение двух лет, в течение года удача пристроенной грандой. Такой вопрос сейчас. Пристроенной грандой является здесь новым объектом и можно ли проводить этот объект, который ответит на просмотров или возможно появить вы дефект на момент продажи. это зависит во-первых от того как выполнены эти работы. Если они выполнены я имею ввиду работы по пристройке веранды належащим образом, то есть было получено разрешение на реконструкцию объекта, был сделан проект, потом была выполнена пристройка, был получен акт ввода объекта в эксплуатацию и были внесены все изменения в кадастр и в ЕГРН, то можно говорить о том, что объект стал новым. Если же этого ничего не было, то эта пристройка самовольная и до тех пор, пока не будет решения суда узаконивания этой самовольной пристройки, мы считаем объект старым, при этом, что касается скрытых дефектов, это можно делать всегда, эксперты разберутся, повлияла ли эта пристройка на появление этих скрытых объектов, вопрос только для чего это сделать, видимо я предполагаю для того, чтобы потребовать от продавца уменьшение продажной цены, при этом сохраняя за собой право собственности, не расторгая договор купли-продажи, ради бога, при этом какого-либо уведомления продавца о том, что покупатель собственник нынешний делает какие-то экспертизы не должно быть, если продавец не согласен с выводами экспертов, что он делает, он ходатайствует перед судом о назначении судебной строительной технической экспертизы. судебной технической экспертизы, и если эксперты не дойдут никаких недостатков, то покупатель иск проиграет. Не надо было так делать, как говорится, потому что в том-то и дело, что эксперты, назначенные судом, предупреждаются об уголовной ответственности, а те, кто делают несудебную экспертизу, нет. Понимаете? Так что это вопрос бремени доказан, никто какими доказательствами апеллирует, поэтому обязательно продавцу надо это, если эксперты скажут, что дефектов нет и невозможно установить были ли они, получается, что покупатель не доказал наличие скрытых объектов на момент покупки. Так, может быть, еще есть вопросы по пройденному материалу, пока дальше не пошли. Давайте уж раз пошли по вопросам. Да, да. Преизвестирована квартира неучаствовала проекция. Потом эта квартира была много продана, но как вы встречаетесь в блоках людей? Встречаюсь, это следующий вопрос, который я хотел осветить. Эти деньги от продажи квартиры, они будут считаться общей собственности или только сходу? Так согласен, это мужа должно было быть на сделку. Не должно было быть, они приватизировали, это безвозмездная сделка, это имущество не попадает в режим общей совместной собственности. Скажите, а муж был зарегистрирован на момент до заключения договора приватизации в квартире или нет? Написал отказ? Ну, в этой ситуации он не вправе претендовать на деньги, но он вправе продолжать жить в этой квартире вместе с новым покупателем. До тех пор, пока покупатель радостный таким соседством и таким жильцом как-то не разрешит вопрос с его женой. А вот теперь переходим как раз к следующий вопрос, уж извините, я сейчас его озвучу пока вот, это что надо это ряд особенностей проверки объекта в зависимости от оснований приобретения права собственности. Так вот, как раз первым пунктом у меня идет приватизация жилья. И ответ на ваш вопрос содержится в статье 19 Федерального закона от 29.12.2004 года номер 189-ФЗ о введении в действии Жилищного кодекса Российской Федерации, который устанавливает, что члены семьи собственника или бывшие его члены семьи приватизированного жилого помещения, которые в момент приватизации данного жилья имели равные собственникам права пользования этим помещением, то ли были постоянно прописаны или были включены в ордер или договор социального наивания, сохраняют свои права пользования в случае его отчуждения собственником без всяких ограничений. То есть, фактически, для таких лиц эта норма устанавливает право пожизненного пользования жильем таких лиц и прекращено это, может, право только по их воле. Многочисленная с 2005 года судебная практика о попытках выселить таких лиц одни отказы. А вот если он дал согласие на продажу, то тем самым он как бы подтвердил добровольное прекращение. Вот это важный момент, если он нотариально как раз сделал такое, что всегда получается в отношении таких лиц простых членов семьи собственника можно брать, согласие можно не брать, но нельзя совершать в принципе сделку, если у вас есть такой член семьи собственника, который имеет вот такое пожизненное право проживания. Вот если он дал согласие, вы идете выписывать его, ссылаясь на это обязательство, это даже не согласие, это обязательство. Тем самым он добровольно прекратил. Но вот то, что сказал Сергей Викторович, тоже имеет место быть. заблуждался, больной, жена обещала половину денег и т.д. и т.п. А может вообще ему покупатель нравился? Да, да, да. И вот тут, понимаете, да, нотариальное заявление, но это не сделка, да, он сегодня его дал, а завтра как бы передумал. Мое слово, хочу даю, хочу забираю. Да, 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 хочу даю, хочу забираю. Поэтому, ну совершенно точно, ни на какую половину денег от жены он претендовать не может. Ну вот, жить у покупателя может понравится. Да, да, ну все, что он может. Такие ситуации есть, а не патовые, к сожалению. Пока вот как-то мирно не разрешится, ну, извините, иногда даже до уголовщины доходит, да, бытовой. Вы знаете, эта практика всегда основана на том, что они не живут в этом помещении, понимаете, ведь прекратить добровольно право пользования можно разными действиями, в том числе и непроживанием без уважительных причин в этом жилье. Это понятно. Да. Да, да. Если он, да, мы выселяли таких людей, был конкретный случай, тоже муж, но он уехал в другой город, у него там сложилась новая семья, то есть бывший муж, у него там дети ходят в школу, он там работает, что мы предоставили эти доказательства суду и суд сделал вывод, что он добровольно прекратил свое вот это вот данное ему, этой нормой, право пользования жилым помещением. да, конечно, но если человек живет и не хочет выписываться, ну нет такого решения суда, ну правда. Детей-то это вообще, я про детей сказал, детей-то это просто, это особо... Дети-то могила. Да, дети защищаемые особо категории лиц, так же как и недееспособные, ограниченно дееспособные, вот, так что, как бы, это действительно такое право, которым, при этом, вот, что будет, если есть такое нотариальное согласие, вот здесь, возможно, варианты, а, возможно, суд последует, извините, он нарушает права добросовестного покупателя, он ему на момент сделки сказал, я выпишусь, я освобожу, я добровольно свое право прекращаю. Я считаю, что в данной ситуации суд должен его выселять, но, к сожалению, у судей может на это быть своя точка зрения, и вопрос, что будет превалировать в каждом конкретном случае, разрешаться может по-разному. Да. Практически, да. Зачем? Нет. Нет. Зачем? Это в отношении детей. Ну, вы знаете, тут сколько профессионалов, столько и мнений, наверное, но я считаю, что если человек снялся с регистрационного учета, он совершил совершенно четкое действие по добровольному прекращению своего права пользования жилым помещением. И где он дальше будет прописан, у нас сейчас взрослые люди могут быть нигде не прописаны, это их личное дело. А то, что требуют риэлторы, это, извините, перенос того, что, допустим, я им на лекции говорю про прописку детей, детей, да, только именно потому, что, как бы, они особо защищаем лица, да, а именно детей, которые имеют родителей, но вот которые действиями родителей, у нас же родители всегда действуют во благо, да, так сказать, благими намерениями у нас, условно, дорога куда? В ад. Поэтому они вот продали, в стройку вложили, как бы стройка грохнулась, попали в число, так сказать, обиженных, оскорбленных дольщиков, да, дети остались на улице. Вот они хотели как лучше, а вышло как всегда, как уважаемый Черномырдин говорил. Поэтому, как бы, ну в отношении взрослых, нормальных людей, я считаю, что это избыточное требование, и даже если такой гражданин в результате своих действий остался на улице, ну это его личная проблема, свобода решения. Вы что-то хотели еще? Да. Вы знаете, что, на данном будет 3-4, чтобы установить за него в республике и за какой гражданин в решении, который при продаже ответственности не решился получить сейчас. Ну, вы знаете, тут вот еще есть, вы знаете, есть всякая практика. Как говорится, иногда проигрываются такие дела, которые, мне кажется, надо просто приложить массу усилий, чтобы его проиграть. Но у людей это получается. поэтому, ну вот поэтому вы здесь сидите как бы, да, и слушаете. А я ведь не могу сказать, что я вот гуру в последней инстанции. Я прекрасно понимаю, что есть решение и в такую сторону, и в сякую. И тут надо разбираться, извините, у меня тоже вот элементарный вопрос, приходят люди, а у них 3 отказных решения по элементарному вопросу о определении порядка пользования. ну ладно, я вижу, что адвокат накосячил первый, который, а дальше-то вроде все правильно делали, как бы, да, начиная разбираться, в чем же дело. Знаете, в чем? Ответчик, одна из ответчиков, учит сына районного суди, который уже дело под суд. Понимаете? А когда ты судишься не только с ответчиком, но и судьей, надо действовать так, извините, мы выиграли это дело, но до этого мы сделали кучу вещей, докупили там доли в этой квартире, там до одной, второй, там, ну, в общем, не буду в деталях рассказывать, и просто поставили в ситуацию, когда уже, ну, либо выносить неправосудное решение, либо выносить решение в нашу пользу. Вот это решение было получено, естественно, оставлено в силе городским судом. То, что вы сказали, я бы не назвал это практикой, это просто встречающийся вариант мошенничества. Получить деньги, убежать, прибежать, а деньги оставить. Вы знаете, паспортная служба, я вам так скажу, тут ко мне полгода назад приходят и говорят, папа взял, выписал ребенка один. Я говорю, как так-то? А потом, смотрю, 713-е постановление правительства, ничего не изменило. Инструкция вышла, ФМС, теперь можно, теперь папаша приходит без мамы и выписывает ребенка. Понимаете? Правомерно это действует. А что говорит паспортная служба? А у нас с 95-го года прописка носит учетный характер, никаких прав не порождает. Право на жилье это одно, прописка это другое. Делаем, что хотим. Оспаривайте, признавайте право проживания, используйте другие инструменты. Да, да, конечно. Именно это многие ждут. кто приходит на консультацию, я им говорю, вот сколько там, приходите, через 4 года будем работать. Кто-то еще? А разрешение в виде порядка пользования квартиры в какой степени он будет распространяться на новых покупателей? На кого? На новых собственников. На новых собственников очень просто. В соответствии с общими положениями гражданского кодекса по договору купли-продажи приобретается ровно тот объем прав и обязанностей, который принадлежал продавцу, если иной не установлен договор. То есть этот порядок, я знаю про попытки, что типа я этот порядок пользования не, так сказать, заключал после покупки. Это все сделано у нас, потому что только в Санкт-Петербурге продажа комнат осуществляется путем покупки доли и передачи за которые закреплено право пользования. Во всем другом цивилизованном части Российской Федерации у нас есть свидетельство на комнату, понимаете? Там этот вопрос в принципе не стоит. но у нас так и я точно знаю, что были даже такие решения опять же говоря про прецеденты, но абсолютное большинство действует судов правильно. Приобретается ровно тот объем прав и обязанностей, а значит для покупателя тот порядок пользования долями, который был ранее официально установлен законно, для него имеет полное действие. Я вот статью не помню, это глава договора купли-продажи и общее положение об обязательствах и о сделках. То есть смысл такой этих статей, что ты когда покупаешь, ты ведь что такое право собственности? Это совокупность неких прав и обязанностей законно установленных. Когда право пользования, владение пользования распоряжения. И соответственно ты приобретаешь ровно тот объем, который имел продавец, не больше, не меньше. Еще вопрос. Когда расходится площадь помещения, это оговорили, а когда площадь или участка расходится, документальная? Слушайте, но это тоже надо проверять, именно потому, что это очень часто возникают споры по этому поводу. и тут может быть чему верить. Прежде всего надо верить историческим правоустанавливающим документам, записям Росреестра, о правах собственности. Когда мы судимся по поводу границ земельного участка, суды прежде всего стараются соблюсти как раз те площади, которые были указаны в правоустанавливающих документах, причем исторически. То есть, если у нас свидетельство права собственности, а по кадастру больше информации, это дает нам право разбираться в связи с чем. исторически смотреть, какой же действительно был предоставлен земельный участок и за счет чего увеличилась площадь. Ведь когда приходят кадастровые инженеры на земельный участок, они меряют по границам указанным собственником. Вот стоит забор, он здесь исторически стоял, вот они меряют и получается, что человеку давали 6 соток, а у него 8. Тогда мы разбираемся, а чья это земля. Вот сейчас только что у нас был такой спор в Гатчинском районе, выиграли именно потому, что у нас в свидетельстве о собственности например 12 соток, по факту 11. У соседа православливающих 12 соток, по факту 13. Он доказывает, что забор здесь стоял 15 лет. Да хоть он стоял там со времен цара Гороха, решение в нашу пользу. И обязал суд перенести соседа этот забор, который исторически там стоял. Потому что прежде всего православливающий документ. А дальше разбираемся. Если площадь увеличилась, за счет чего это произошло? Что было? Присоединение, администрация дала землю на правах выкупа или что? То есть в любом случае это повод разбирательства и повод подозревать, что может быть исторически прихватизировали у соседа что-то. Потому что как? Если ничего нет, чудес не бывает. Просто так земельные участки не растут. разная системы измерения. А вы поймите. Но система измерения. Если у вас в свидетельстве написано 12 соток, то как вы не мерьте, в результате у вас должно получиться 12. Понимаете? А если не получается, то может быть это и сокращение и увеличение. Ну вот сокращение может быть, а увеличение за счет чего? То есть ситуации, когда действительно человеку давали 12, а ему физически невозможно дать 12, потому что все здесь замежевали, закадастрировали, он сам подписал соседям границы, а здесь у нас государственная земля, и граница проходит здесь. И в результате корректируется, у него получается не 12, а 11,5. Вот такие случаи бывают. А вот вырост земельного участка возможен только за счет чего-то или за счет кого-то. Давайте все-таки на 5 минут мы сделаем перерывчик. если коллеги не возражают. 5 минут заходите и выдохните. Да. Только дайте отдохнуть, это же не для вопросов. Пойду я выйду, забираю, чтобы корень на... Простите, Сергей Сергеевич, вот есть недостойки. Не, не, я знаю, что я знаю. Александр Николаевич, убегайте быстрее, а то ведь не дадут отдохнуть. Добро пожаловать. там был вопрос решению качества суда сейчас очень часто возникают такие ситуации когда это по тем или иным причинам сделают в этой ситуации я смотрю и говорю клиенту так если с момента здесь прошло меньше десяти лет пересу потому что никаких возможностей уехали в другой город и так далее если запрашивать эту вывеску там 10 раз могли смениться собственники как бы ну нет возможности удостовериться с том что действительно разрешение органов объекте по предыдущей сделке будет выполнено если конечно об этом не озадунулся сам наш продовес и зло там лежат почти в год и в год и так же не забываем что позитивным как у нас совершено последние годы 2017 года у нас действует обязательная реальная форма по очертению любого имущества в несовершенном мире дальше анализ семейного положения продавца на момент приобретения очертаемого объекта в целях установления необходимости получения согласия на учреждения его суставы и его высшего суставы а тут можно конечно полагаться на росте лет в другом патистане в том числе по отдельным причинам потому что у нас 2003-2013 по-моему по 2017 год они почему-то сказали что никаких согласий не нужно но как я предполагаю они надеялись получить общую базу за анализация у них так электронный онлайн доступ у них что-то не получилось и они снова стали брать фотографию поэтому пакеты документов это был случай да был случай такой казалось бы у продавца должен быть штамп о заключении о расторжении права он был случай то не знаю по какой причине был сменен паспорт имен в паспорте продавца штамп отсутствовал при этом сделка была совершена уже после того как когда он упал обед когда паспорт у него был на руках и в результате этот продавец продал квартиру подписано реальное заявление о том что он его приобретал вне брака ну а потом у него есть спруга и одну вторую долю объектов покупателя добросовестного отсутствует отсутствует почему потому что формально собственником половина была вот так юридически неофициально да соответственно эта половина выпала из ее правовладения без ее углы а значит статья 32 защищающая права добросовестного приема металлического в данном случае не действует и на вторую отступила да товарищи получил деньги и ехал и ищи и высвечи дальше проверяем оплатимый в ней наш продавец когда он упал обед цену цену объекта свою покупку в принципе отсутствие оплаты по предыдущей сделке не может привести к изъятию недвижимости добросовестного приобретания потому что более то продавца вылазит в проект он просто денег не получает но эта норма будет действовать только в том случае если ваша сделка будет совершена то есть объекта правосовестного покупателя будет передана и его собственность будет зарегистрирована а если прямо в плане вашей сделки или регистрации пострадавшая сторона обратиться узнал например что надо направлен документ с иском о расторжении договора о продаже и обеспечении иска будет наложен арест и запретом чертей то ваша сделка не совершится и чем там все закончится большой вопрос поэтому вот как и тут надо конечно требовать от покупателя ну а если он эти документы утратил к сожалению такое бывает ну тогда обрисуем покупателю все риски ну и понимать что по крайней мере при грамотной системе расчетов там через банковскую ячейку депозит нотариуса или банковский это кредитив продавец просто не получит своих денег и в общем то все неприятности закончится необходимостью расстанавливать сделку и возвращать деньги далее договор дарения ну выясняем просто это отношение между дарением на дарение как это главный мотив дарения если я не понимаю по какой причине один человек подарил целую недвижимость посторонним лицом и не могу это выяснить ходить упрочечу подтвержденные объяснение я лучше бы ему не думаю опять опять же хотя бы потому что право право правосовестного приобретателя действует только при приоритете как это называют. Поэтому дарение, правда, в своей слове, прям идти или нет. Ну и вообще это вызывает вопрос. Всегда. То есть я не говорю, что надо обязательно отказываться, но копать эту ситуацию, пытаться выяснить нужно. Как сказать, была хорошая реализация, о том, что вы сейчас говорите, между нами девочками, как говорится, старушка, была одна, сын, взрослый сын, давным-давно о ней забыл и за ней ухаживала, ну, в общем так, женщина, живущая в этом жертвовании, приносила репродукты. Кончилось значит, тем, что старушка подойдет в оплату этой женщине, после смерти, сыночек тоже кинулся в суд, она вся больная, ничего не соображала, было раздовольство здесь уже там где-то признать, было дарение, действительно. А это было независимо. И вот молодец адвокат. Раскопал, покопался в бумагах этой старухи и нашел письмо. Незадолго до смерти она написала себе письмо. «Сыночек, ты меня извини, что я подойдет в квартиру какой-то, ты столько-то лет ко мне даже не приезжал, а потом моими единственными друзьями были колоды». После этого все равно чуть-чуть вылетел, попробую. Вот так, можно здесь ознакомиться. – Да, маленькие вещи, да, я могу привести другой пример, там, наследник Дали был, и, в принципе, скажем так, пока, пока была возможность, он за, по-моему, чуть-чуть, она не приходилась, за ней ухаживать. Но потом случилось пожилого человека, деменция, старческая, и она стала отказываться от всякой помощи, и началась внук в дом, ну, все, что на свете. Там соседи, бедные, бились много-много лет, потому что тараканы, макрицы, все это, и никак не могли ничего сделать, пока хлама не достигла столько, что она просто, извините, начала принимать душ прямо на месячной клетке, если можно так это выразиться, ну, и ходить в туалет на улице. А вот, когда холодно, на ту же лесную дверь. Уже когда терпение кончилось, несколько раз оказалась полиция вместе со специализированной скорой помощью и бежала ни с чем. И только вот в один раз она стала кричать из-за двери, что, когда полиция стала отказаться открыть двери, что она больница с Абентином подожила. Только это дал право, ее принудительно госпитализировать, потому что это индивидуальная социализация у вас, возможно, только если человек создаёт угрозу для своей жизни и для жизни окружающей. Её социализировали. В первую очередь она пролечилась в Севертосково, потом её отправили в ПНД, где она не убила. Причём ПНД, по индийску ПНД она была признана на индийспособность. Но, когда наследник оформлял наследственные права, выясняется, что квартира задегистрирована на другом лице. Выясняется, что она была подальна, так сказать, этой женщине по договору простой письменный ход. ПНД. Вот, кстати, чем ещё интересно, тем, что когда мы запросили, мы попросили суд запросить все документы из Росрегистра, пришёл ответ о том, что в архиве Росрегистра этот договор простой письменной формы. Это к тому, как мы полагаемся на воскресенье. По какой причине? Как? Но, тем не менее, так сказать, естественно, оспорим право собственности, и наследник получил свою квартиру. Дальше. Случай. Договор такой. По времени они совпадают, если они неадекватные. Да, вот это вот. И рисунок мы смотрим. Дело в том, что эта женщина не обращалась никуда во время своего заболевания. И первые диагнозы ей были поставлены спустя несколько лет, когда она была применитивно гоститализирована. И, как бы, на самом деле, я здесь сделал ошибку, я тут назначил экспертизу, попросил о назначении экспертизы. Мы очень уверены, что если она, например, в 2005 году в таком состоянии была, потому что в 2003 году на почте уже была в этой комнате деменция. Вот. И получила при этой экспертизе о том, что, извините, это невозможно установить, несмотря на все последующее. И тогда пришлось задаться перед судом о допросе свидетелей и назначение повторной экспертизы уже отправили в Москву. допросили двух свидетелей, которые в ярких красках рассказали, как они жили все это время, и что в 2009 году уже вся беда эта развивалась. Ну вот, да, это была недоработка ее, потому что мы не психиатры. Например, это, допустим, самое опасное психиатрическое заболевание, которое я считаю, это старческий атеросклероз. На самом деле это не психиатрическое заболевание. Говорят, что атеросклероз сосудов головного мозга есть у каждого после сорока лет. Вот. Вопрос в том, что он поражает психику только на последних стадиях. Вот, да, оно платит степки зачем хорошо. Но при этом это заболевание развивается по четким временем рамках. И тут эксперты обследовали человека, и он в таком состоянии, они точно могут сказать, в каком состоянии. А какие заболевания, как шестерене, деменция, они могут развиваться. Шестерене вообще, так сказать, такие и такие этапы, не среди месяцев. Среди четыре вида шестерене. Вот. А, деменция может развиться, как пояснили эксперты, буквально за несколько месяцев. Да. Поэтому вот надо конфетироваться все-таки с психиатрами и понимать, что нам нужно сделать, чтобы именно значение приняло доказать. Эксперты не могут режиссеративно давать анализ того, что было до даты, когда они поставили вопрос. Если в 2005 год, они на этот год и будут говорить, что в 2003 они фантазировать не будут, если нет медицинских документов или, на что адвокаты не обращают внимания, вместо медицинских документов эксперты при поспевном экспертизе читают показания свидетели. А поколения, многие даже не думают, что показания свидетелей нужны. Очень. Нужны. Эксперты их читают и по ним делают выводы. Поэтому вот, свидетель, да. Вот как раз, почему я считаю, что это развелось самым опасным заболеванием, потому что в деле были достаточно множественные свидетели, которые показывали, что бабушка была совершенно адекватна и дали-дали, и медработник там был заброшен, который это все подтверждал, и соседка, и еще кто-то, вызвали экстерта. И экстерта, там, с 35-летним стажем, говорит, вы знаете, при однако, в д tiмксперозе, человек сохраняет все полученные социальные навыки, общежития. Он готовит сам с фибу, может сам с фибуид, работать и получить пенсию, он может поддержать разговор там, на матомуме тему и так далее. И даже медицинские работники не всегда могут установить, что человек ненормальный, с точки зрения, возможности совершать сделку. И вот почему я и считаю, что он внешне, и нотариус, который удостоверял сделку, вроде бы как тоже задавал вопросы, проверял это неспособность, не способный установить. Почему я считаю, что это самое опасное из психиатических доказательств о заболевании в плане того, что окружающий не должен быть смотрит, как человек ненормальный, поэтому я считаю, что так. Сейчас еще, может быть, вам стоит, если здесь сейчас пошла, то это совершенно чудовищная волна без цикличных, без мотивных вступлений. Я не буду здесь, не имею права говорить о тех людях, которые сейчас находятся на экспертизе, но никаких алкогольных отравлений, никакой алкогольной инфекции, никаких наркотиков, никаких эффектов, ничего не устанавливать, ничего нет. Прекрасная биография, характеристики, семья, дети, зацепиться, вообще бежать за сотрудничество, вообще прекрасный человек. 30-40 лет, берет топор, убивает, берет нож, ночью уходит на улицу, убивает, не скрывается, все помнит, все рассказывает, даже не убегает. Вопрос, почему ты это сделал? Не знаю. Какой-то нащупали, какой-то черный дырол, диагностировали такие вещи, вероятно, трудно, наверное, забавно. Не было такого раньше. Вот сейчас почему-то появляется все больше и больше. Это потрясающе, на полчаса, на час, на день. Сколько? Да, вот вопрос был по качеству городскому суду. Запишите дело в бате 180, год 2017. Там отречи, чем сезоновые наши клиенты. Решение и операционное восстановление вы должны на сайте суда. Вы смотрите в папу, по поводу, по поводу, по делу. Но, в принципе, я озвучусь в каком-то управлении. Отречи сезоновым. Если у вас есть номер дела, пусть задаете номер дела. А то вам сезон выдаст 30 человек. Номер дела выпадите, вы сезон сразу выпадите. А апелляция оставила, апелляция все не оставила? Да, да, да. Скорее, пожалуйста. И еще раз повторите. Ага, сейчас. 2-580, друг 2017. И так, в случае, когда мы имеем дело с долей, с помнятой, договор доления будет являться с фигурной сделкой, подпевающей продажу или третьему лесу в обходу правопримечной покупки со собственником доля. Тут надо учитывать, что проб исковой давности, потребованный мобильник пострадавшего права обязанности покупателя в соответствии с судом 3, в статье 250 Гражданского кодекса, составляет 200. За дня, когда пострадавшему суду стало известно и не должно было стать известно о нарушении его права, то есть о совершении сделки. При этом, как указано в постановлении гренума перпомного суда в номер 10 и в аса номер 22, который я уже озвучил, естественно, в этом случае не имеет права на удовлетворение иска, а признание сделки недействительны. Поэтому требование применения и последствий недействительности притворного дарения может рассматриваться только в совокупности с требованием о переводе права и обязанности на покупателя. При этом в отношении притворного дарения действует положение пункта 1 ст. 166 Гражданского кодекса о том, что уничтоженная сделка действительно независимо от признаний для таковой суда. В результате строк рисковой дарности по этому комплексному иску все-таки составляет те же 3 месяца, когда пострадавшему с консульствами стало или должно было стать известно о нарушении его права. Поэтому если мы видим дарение доли и понимаем, что это наверняка обход преимущественного права покупки, но надо смотреть, прописался туда покупатель, потому что уже прописывает, прописывает, создает документы, когда сособственник получает форму сель в паспортной службе, он уже должен узнать о том, что собственник у него поменялся, что форма сель указывается в фамилии всех сособственников коммунальной платформы. При этом моя практика показывает, что никакие косвенные доказательства того, что это дарение прикрывало пункты продажи, например, то, что спубликовало сей рекламу продажи документы, не являются достаточными для удовлетворения такого диска судов. Это могут быть только прямые, преимущественно истинные доказательства, и доказать они должны не только факт совершения сделки, прикрытые дарением, но и цель, по которой на самом деле была доля комната очертена. В одном успешном случае, что поиск был удовлетворен, как в суду были представлены копии договоров повторителя и отриального сагенства, из которых следовало продажа полностью за определенным условием обстоятельства сделок, были подтверждены показания и свидетеля, агент на готовый, то сделку ввел. Плюс в ответ на запрос суда из банка были получены документы, в аренду банка из ключей, из которых следовало, что даритель был вправе получить пакет, внесенный на дарение в день заключения сделки дарения, только после предоставления банка документов в переходе к правособственности, даряемой марки приема передачи, исправки о выпуске дарителя и исполнения. Понятно, что главным действующим лицом здесь был агент, который сохранил без копий документов, который в результате правильного работа адвоката поднеджал с его стороны. В одном неуспешном случае, кстати, суд проходил с участием прокурора, так как исполнитель еще заявлены прибыль на усиление одаряемого, были представлены факты к главному, и доказаны факты показов комнаты потенциалом покупателя, что даритель спокойно признал. И на чистом глазу выяснил, что действительно пытался продать комнату. Но как-то на выходные поехал на рыбалку, выпал из лодки, начал тонуть. Мы его спас и даряли, поэтому он в продаже комнат, но он отказался и решил подарить ему своему спасительную. Учитывая, что даритель был декина за 2 метра ростом и весом, думаю, что не меньше, там 150 килограмм, а спасительную не явилась вот такая девушка, ростом 1,5 метра и весом 1,45 грамм, между дарительным и дарением, была совершена размерная наследство. Александр Николаевич, тут вопрос. А если купли-продажи через дарение, когда 1 метр дарит, остальное по купли-продаже? Ну, слушайте, это да. Я могу сказать, что это канон в прошлом, с 1 января 2017 года. Когда у нас очередение любой доли требует обязательно нотариальный фонд. Оппозиция нотариальной палаты Санкт-Петербурга, как и нотариальная палата Российской Федерации, насколько мне известно, о том, что это заведомо ничтожная сделка, и ни один мой знакомый нотариус, такие сделки не удостоверяют. Если мы говорим про прошлое, ну, здесь надо сказать, смотреть срок. Да, как бы, основание, но здесь она чем хороша? Хорошо, метод подарили, но дальше была только продажа. Если дарили им ничтожное, то купли-продажи нарушено право преимущественной покупки. Значит, что мог сосед? Требовать переводу на себя права обязанности в течение трех месяцев с момента совершения сделки. Опять смотрим, может быть, уже давно пропущен срок исковой недавности, который вряд ли будет установлен было сделки, если с момента этой сделки прошло пять-три года, допустим. Да? Надо смотреть, да. Может, еще раз, в принципе, как можно узнать сосед о том, что собственник появился. Когда сосед там жил, начал жить, да? И, самое главное, прописался. И тогда, и вскоре всем можно увидеть, что собственник другой. Потому что жизнь может быть аренда. Ну, и есть другие доказательства, что собственникам стало неизвестно о том, что сделка совершена. И если не стало известно, и он не обратился, пропустил трехмесячный срок, то, вы говорите же, он не имеет права сам по себе требовать эту сделку признать в действительную или принять впоследствии в действительной ничтожной сделке. Он может только говорить, переведите на меня право и обязанности. А многим останавливают от этого что? Что денежные средства нужно заплатить еще до того, как вынесены решения суда путем их перечисления, так же, как уплачиваем ему из божьей. И если покупатель, который будет лишен право собственности по такому диску от соседа, должен получать свои денежные средства не от него, а на основании этого решения суда. Понятно. А вот нотариус, скажи, в чем отказывается? В дарении? Он отказывает, потому что считает за неделю эту сделку, господин, когда дарится один метр, а не вся комната. Он правомерно считает, что такое дарение ему кричит за собой только одно. Основание для входа право преимущественное покое. За чьей человеку 20 сантиметров или один метр живой точке. Если он не может уходить. Поэтому я считаю, нет, пожалуйста, если вам окажет надравиться, вы можете оспаривать, раз совершение для реального действия только никто, чтобы не делать. Людям надо сделать совершение. Поэтому сейчас либо все дарят, либо ничего. Да и сейчас отход преимущества правопокупки, особенно когда у продавца нет налогов, но это все просто, уже никто этим не страдает. Написали, что за 5 миллионов продается, и отправили уведомление всем сособственникам. Не покупают в течение месяца, спокойно за 5 миллионов продаем, расприступившим за 5 миллионов. А то, что там на самом деле полтора, ну я утренную, конечно, обычно там повышают на 500 тысяч. А разница за полтора или два, тем судебная практика таких обходов однозначно свидетельствует, что у нас был один принцип определения цены по соглашению сторон. И никакие рыночные оценки, без судебной экспертизы, определение стоимости объекта не даем основания говорить о том, что стороны за высшую цену сделают. Все просто. Продаем комнату за полтора, за счет не пишем за два. Соседи отказываются, потому что это высшая рыночная цена на одну четверг. И спокойно продаем, не надо делать каких-то дарений, 20 сантиметров живой площади. Итак, переходим к наследству. Вот, тут это вот самое неприятное, что устанавливающий документ, который меня вызывает проверить. Общее количество тех, кто мог претендовать на наследство, в принципе, не важно. Наталья Семеновича не имеет права произойти по лозуку потенциальных посетов. Групп наследников устанавливается со слов наследника, первому родившемуся за принятие наследства. Все, что делает нотариус, размещая все неподкрывшиеся наследства на сайте Нотариальной палаты Судьбы Российской Федерации. А решение судов, которое восстанавливало 6-месячный срок применения наследства для наследников, которые пропустили его по уважительной причине, и на много лет, 10 и даже 15, предостаточно. При этом уважительная причина, ну, в 90% случаев, это не знание наследства наследника, вследствие проживания в другом городе или за границей. Неполь защиты предоставляет постановление премиума Верховного Суда номер 9 от 29.05.2012 года. Пункт 42, которого гласит, если при принятии наследства после истечения установленного срока возврат наследственного имущества в натуре невозможен из-за отсутствия наследника, который своевременно принял наследства этого имущества, независимо от причин, по которым наступила невозможность его возврат в натуре, наследник, принявший наследство после установленного срока, имеет право лишь на денежную компенсацию в своей доле наследства. И действительная стоимость отсутствует на момент его приоритетов, то есть на день открытия наследства. То есть, вроде бы, как и дом не должен пострадать тот, кто купил такое наследованное имущество. На это постановление работает не во всех случаях, в частности, не работает оно в каких-то. Ссылаюсь на определение Ленинградского областного суда от 06-09-2012, номер 33А-3968-2012, которое гласит, поскольку со стороны наследника, принявшего наследство и продавшего его, имело место злоупотребление права при наследовании, а в чем оно случалось, наследник второй очереди, намеренно сокрыл однодорезно, что немец у нас вели в первую очередь, который находился в местах решения свободы, и по этой причине не принял наследства, в основном, подошли, что месячный сыр, который просто не знал о том, что наследодатель умер. Тут для правильного рассмотрения разрешения заявленного спорта не могут приниматься разъяснения, изложенные в пункте 42, постановление предума Российской Федерации в номер 3. С прошлого года, и сопровождение сделки в простой истинной форме, если продавец смотрит на основание свидетельства о наследстве, я начал проверять и сам факт выключить такого свидетельства о наследстве. Поводом возложено суспильное дело, в котором мы осправили право собственности, применяя последствия действительности ничтожной сделки к свидетельству о правильном наследстве по закону. по теме свидетельства было изготовлено наполнено нотарианом подпись на данный сайт и печать были выполнены качественно, регистрацию поделка прошла без права. Если кому интересно, решение о нём в начале 2017 года судья им не будет это решение. Скажу, в чём ситуация. После смертной двоюродной бабушки, проживавшей в отдельной квартире наследник в течение 6 месяцев обратился на данный сайт. Ну, поскольку, вы сами понимаете, доказать расстройство с двоюродной бабушкой очень тяжело, поскольку на данный сайт ему сказал вот к заявлению подал, а теперь таких сроков для оформления нет, собирать спокойные документы. Ну, в общем, он полтора года собирался, собирался, как бы через полтора года начал оформляться. Соответственно, да, когда она умерла, он отнесся с депистосмиром, 20 плюс, ну, и снял бабушки с регистрации, чтобы не платить повышенные коммунальные платежи. И вот он получает в начале 3 марта 2017 года свидетельство о правильном наследстве, и не счет его просто еды. Из родственного реестра приходит приостановка с указанием на то, что уже ранее квартиру выдано, другое свидетельство правильное наследство выдано другим нотариусом. Соответственно, он привлекает с этой приостановки к своему нотариусу. Нотариусу звонил там нотариусу, а даже нет такого. Ну, вот с этим мы и пошли, так сказать, естественно, наверное, одно из простейших было дело в плане доказательства. А план был третьему нотариусу. Конечно, хороший вопрос, как он попал в руку вычленников, но это мы в гражданском процессе остановить не сможем. Ну, в общем, отсудили мы эту квартиру, а товарищ даже еще и прописаться в квартиру сумел. Мы преклоняли доверить эту сразу же поставить вопрос о населении этого уже собственника, но он сказал, что он хочет товарищей доказать и там занимается тем, что пытается заставить наших охранниками работать, поэтому оставил этого пока прогрессом. Ну, в общем, так. Уголовное дело получилось? что после вынесения решения о судовом наступлении в законную силу, он получил постановление по прекращении уголовного дела в связи с тем, что нет пострадавших. Но наши полицейские даже не стирать прекращение уголовного дела. Мы уже не хотели этим заниматься, тем более, что это уже все-таки у нас достаточно спецификация, грузская и гражданская пара, а здесь, думаю, это социальная пара, брать деньги, как бы, мы сказали, иди, там, решили прокуратуру, по крайней мере, извините, но хорошо, от мошенничества никто не поддержим, а подделка документов на секунду, что это для вас не преступление, а? Ну, в общем, ладно, больше он нам не сломил, как бы, поэтому ничего не могу сказать, отменили, это не отменили, ну, вы же понимаете, а вот, то есть, с одной стороны, у нас, ну, ладно, не буду продолжать на эту тему, поэтому, как проверить, значит, ну, я обычно там иду к своему нотариусу, с которым по 15 лет сотрудничает, он просто проверяет по базе, то есть, если не внесено, он просто позвонит другому нотариусу и спрашивает, ну, если у вас такого нотариуса нет, тогда настаивайте на совершение вашей сделки на тариальное поле, тогда нотариус, который будет эту сделку достоверить, проведет замки всяких в вашей полости. Да. Можно вопрос? Да. Продолжена практика о том, что суды не восстанавливают сроки, пропущенные в шестниках практически ни по каким причинам. У меня здесь в таких эпизодах уже идут со ссылкой на мнение следового по государству. У вас есть более широкое статистическое наблюдение? Вообще, средообразно восстанавливается? Да вы знаете, я не вез статистическое наблюдение, но у меня буквально полгода назад приходило разрешение суда на консультацию наследника, где спустя полтора года после окончания шестимесячного срока были восстановлены сроки. При этом речь шла о правах несовершенновения, невоцинах первого брака, в деле санкратового действовала его масть, а не жили в другом городе, совершенно спокойные обслуги восстановили. Другой город. То есть, я почему и подчеркнул, что другой город и другая страна. Потому что, да, уже более того я встречал решение определения Верховного суда, где судьи Верховного суда подтверждают вывод, помимо судов первой и медицинской инстанции, которые сказали, что предложим, как бы это было спромулировано, ну, как бы внимание, рассмотрительность. 15 лет проработчики пытались восстановить срок, то есть какой-то интересный наследник должен быть, даже такое есть определение, я бы не записывал в номер. Но меня интересовало не такое обоснование, то есть у нас нигде не сказано, что наследство у нас связано с каким-то вниманием наследника и наследодателя, исключительно профи и без обещания как бы, да. Но, тем не менее, разные решения прописели. Ну, и в каждом конкретном случае анализировать надо. У меня тоже приходил, пришел наследник, так же, пропустивший. Не на долго, на 6 месяцев пропустил. Ну, никакой уважения к причине нет. Живет он в городе, я ему сразу говорю, как бы надо идти по застанавливать фактам принятия наследства. Как бы там есть дом в Молгородской области, где там все узнали, где она кстати переживала, умерла. Ну, вообще, там есть свидетели, которые могут подтвердить, что через 6 месяцев он приехал, ее похоронил, он, наверное, в Новгородской области вступил во владение домом, он, так сказать, произвел обработку земельного участка, забрал какую-то технику, но это ладно. Хотя по правде это все делал не он, а человек, которому он за это платил деньги, но, что я вам буду говорить, мы используем все возможные способы для оставивания интересов клиента, более того, он может обойтись вообще без суда, если он там глава этого сельского поселения, они же там все друг друга знают, в принципе, вот это справка, что он оплачивал, что он задержал и так далее, и предоставление такой справки нотариусу испарит его суда. Так что, вы знаете, каждая конкретная ситуация, ну да, я думаю, прекрасно, почему появляются такие решения, что за 15 лет они будут проинтересоваться до старых непокреримых сроков вот эти вот наследия без суда. И основание оказательное, ну, как бы у нас положение в Ленума номер 9, где четко сказано, что незнание не является положительной причиной незнания смерти, оно же никуда не делось, несмотря на практики. Ладно, у нас осталось совсем мало времени. Проверка с объектом, то есть у него собственника. Первое. Проверяю отсутствие исполнительных производств открытых в отношении собственника. Онлайн-запрос поставить в ФССП по ФИО и дать оброждение для физического лица, для ее лица, то время наименовать. Для чего? Уже давно судебные приставы, исполняющие решения о денежных взысканиях, активно вносят для ответа и отчуждения объектов недвижимости. Даже по основным взысканиям не сопоставимы со стоимостью недвижимости, в том числе и в отношении других обещаний, являющихся единственным местом. О жительство должно уникать физического лица, на которого, как вы знаете, может быть обращено взыскание. Это реферитивное мировоз действие, и наиболее активно и приставы это начали применять после выхода постановления пленума, которому судам, например, 50, от 17 ноября 2015 года, в котором определено, что установление запрета на распоряжение жилоповещения, являющиеся единственным пригодным для проживания должника, включая запрет на седение администрации и МИФИ, заветности не могут быть признаны незаконными, если указаны меры, приняты судебным приставом и исполнителем, в целях воспрепятственного должника распорядиться данным имуществом, ущерб интересам засыкать. Ну все. Дальше. Судебные процессы тоже проверяем. Действительность обеспечивающих гражданского властного сайта ПМС. Не забываем о том, что у нас по достижении 11-летий и 45-летия властных становятся недействительными. По ПМД, это справки, либо бесполезны. Давно у нас уже состояние было добровольное. Если возникли сомнения, лучше провести обладательное средство, например, нет возможности в части сделки недвижимости. Такие укладные случаи оказывают ПМД, районные или психиатрические больницы города. Какие наказы, какие наказы надо выяснять за мной. Практически. По ерктическому лицу допрашиваем выписку из зилю проверять полномочечения директора. Потому что, представьте о том, что в уставе написано, что директоры сбираются сроком на 5 лет. Уже 6 лет прошло, у них все 3 лет. Дальше. Проверяем на предмет крупные сделки обязательства. И последнее. Отдельно мы говорим о каком способе покупки объекта, как покупка объекта недвижимости, о самом юридическом лице, то есть долетом в обществе всех долей 100% и 100% голосующих акций в акциональном обществе. А здесь, помимо всего вышеперечисленного, обязательный получить и привлекать профессионального отхода. Итак, вопрос. Сделка в доля праве собственности на квартиру заключен в договор при продаже между собственниками квартиры в реальном форме поданной администрации, не зарегистрирован по дне продавца. Даже продавец заключает приговор с займом с передачей в салон и доверие, а затем передает до доли по соглашению, по чертению. Понятно. Есть такой вопрос, что без изучения. Я думаю, что по обращению в коридоре в салон и доверие. Да, давайте сейчас. Не, не, все, товарищи, все. Можно еще вопрос про... Товарищи герои и начальник управления с новой суда, уже в зале. Давайте сейчас заточим. Александр, огромное вам спасибо. 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 АПЛОДИСМЕНТЫ Я сам вас тоже не знаю, как это будет. И я надеюсь, что могу согласиться на будущий год. С удовольствием. Спасибо большое. Спасибо большое. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ